и как всегда у нас речь пойдет о мировых фондовых рынках валютных рынках и экономическом положении мини соединенных штатов майкл добрый день добрый день добрый день добрый день саша здравствуйте дорогие друзья уважаемые радиослушатели да мы начинаем нашу программу как всегда по понедельникам в это время ну давайте поговорим что же было на прошлой неделе прошлая неделя знаменовалась очень серьезным событием в котором приняли участие два президента два президента не стран президента президента банка центральный европейский банк марио драги прибыл соединенные штаты и это был так называемый саммит где участвовал дженет еллен президент федеральной резервной системы chairman и то о чем они говорили на самом деле все то о чем мы сейчас говорим оно должно носить практический характер а не просто статистику лично я хотел бы участвовать что в общем то я делаю во всей этой статистической так сказать драме которая происходит на мировых валютных рынках на мировых фондовых рынках на рынках недвижимости включая естественно не только соединенные штаты кстати есть тенденция эта тенденция совершенно четко прогнозируется и я сейчас говорю в качестве возможно единственного основателя такое биржевой академии которая рассматривается целиком и полностью основана на техническом анализе экономические новости как я уже говорил финансовые политические они как бы везде и везде обучая техническому анализу нигде не обучают это каким-то образом происходит очень и очень правит очень и очень частным образом ну и если брать в общем то во внимание то что это действительно так то там более эффективная картина которая прослеживается так примеру очень серьезное влияние вот этот саммит оказал оказал на движение мировой валюты в частности прогнозируемый мной несмотря на падение 4 августа которым говорил из нашей передачи было абсолютно понятно опять же тем кто в тиме конечно понятно что будет происходить на большом временном промежутке с евро евро резко пошло вверх после того как марио драги выдал свою речь ну а потом его речь так сказать сменила на трибуне дженет ялан которая тоже выдала то что она хотела выдать все это привело к тому что был очередной рекорд поднятие евро и почему нас должно интересовать евро с одной стороны с другой стороны нас интересует доллар но доллар который кстати является показателем экономики любой страну в данном случае соединенных штатов но национальная валюта является показателем экономики и чтобы то никак не говорил экономисты тем не менее это и доллара продолжает валиться уверенно включая сегодняшний день я перейду сейчас сегодняшнего днем но уже в пятницу он достиг отметки которые не было видно в течение почти трех лет но если брать евро то соответственно это было там в течение гораздо большего количества лет ну и другой валюты напомню о том что доллар состоит из шести крупных европейских не только европейских от из шести крупных мировых валют ну и соответственным образом буквально все валюты все вот эти вот валюты составляющие индекс доллара они шли вверх против нашего американского доллара если мы говорим про индексы то то падение которое началось 8 августа она пока стабильно держится но держится стабильно где-то в районе все-таки низов то есть вот она стабилизируется внизу будет ли подъем дальше мы посмотрим поскольку все-таки технический анализ не предугадывает он только прогнозирует с той или иной долей вероятностью но он должен подтвердиться если определенный уровень пробит то ли вверх то ли вниз а вот на сегодняшний день вниз он не пробит самый минимальный который он был через четыре дня после падения а пока он отбился от этой так сказать линии пошел вверх и там где-то держится если мы говорим о сегодняшнем то сегодня все опять находится на той же стадии доллар продолжает валиться и уже достиг отметки 92 и три десятых и совсем совсем скоро то самое низко отметки которая была довольно таки давно но он должен ее пробить по техническому анализу даже вообще-то вариантов лично для меня нету к сожалению дорогие друзья не могу вам по радио это показать если кто-то хочет это посмотреть и реально то наша программа которая идет на реклама радио на волне 12 40 м она соответственным образом закончится скоро вот эта финансовая программа но она будет продолжаться в режиме google hangout и если кто-то хочет поучаствовать и посмотреть то что я буду показывать там уже реальные графики то пожалуйста телефон 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 что самое интересное сегодня лично для меня было очень и очень ценное указание я не могу об этом не упомянуть поскольку об этом вообще никто не говорят то есть все хорошо но как прогнозировать изменения на графика падения скажем неважно то ли валюта ли индексов то ли реал эстейта хочу сказать о том что был очень большой сюрприз кстати на прошлой неделе когда и существующие дома продажи домов существующих продажи домов строящиеся резко упали почему ну никто не объяснит это то есть трудно объяснить если только опять же не взять внимание графики где это можно прогнозировать поскольку есть график реал эстейта и в общем то как человек который в этом не понаслышке об этом знает а работал много лет я неплохо в этом ориентируюсь так вот что будет дальше 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 будет все таки подъем то есть это временно конечно падение потом будет подъем реал эстейта и прогнозируемый примерно подъем будет продолжаться ну как минимум года два что будет дальше ну рано говорить хотя в общем то есть и этот прогноз что будет дальше а если говорить про эту неделю то на этой неделе будет очень важное событие в общем то если не считать его то это будет спокойная неделя которая заканчивается летом лета вот эта неделя переходный период от лета к салендарного где осени и соответственно образом начинается новый месяц и там фонды менеджеры всех фондах они будут аджаств портфолио будет набор этих станков mutual фонды допустим они будут туда-сюда кидать и мы об этом естественно не знаем то никто не понимает этого но тем не менее это будет отражаться на наших скажем инвестициях если они существуют именно в mutual фондах что в общем то я лично не приемлю потому что тут очень серьезное чтобы не говорили экономисты они хотят чтобы мы туда инвестировали почему пользование нашими деньгами приносит соответственно дивиденды тем кто ими пользуется ну а выигрываем или проигрываем ну сами понимаете это их не интересует вот значит что касается такого события которое было совсем недавно это было затмение мы об этом уже говорили но она еще будет действовать на движение валютных рынков на движение финансовых рынков кто об этом хочет подробнее еще раз телефон 8472269956 здесь очень много нюансов но я еще раз говорю как практически от этого получать применение статистика здорово замечательно но как как бы можно в этом принимать участие получать точно такие же дивиденды которые кто-то получает пользуясь нашими непониманием незнанием и тут имеет большое значение вот такой фактор когда это будет происходить и они тоже прогнозируемая более того лично у меня есть информация более того я этим пользуюсь более того я получаю бенефиты и могу это не просто показать но даже доказать ну повторяю к сожалению не в аудио режиме а только в видео формате и вот через там пару минут когда закончится наша передача и я буду в реальном времени это показывать уже для тех кто будет участвовать в google hangout а далее значит мы говорим о чем еще раз повторю технический анализ технический анализ не учится в кавычах технический анализ это прогнозирование с очень высокой долей вероятностью если показатели технические уровни в том или иной степени превышены или не пробиты будем говорить вниз по поводу тарифной ставки у нас будет впереди об этом дженни тело не сказала о том что все было здорово и замечательно но в пятницу будет очень серьезное еще раз в эту пятницу будет очень серьезное событие экономическое которое может иметь влияние на буквально все сферы это на индекс это на валютный рынок это на предвидение тарифной ставки изменения которые еще еще один раз повышение тарифной ставки прогнозируются это означает о том что как только она увеличится увеличится так называемый аджаста был вот это вот привязка к этому индексу моргичный процент ну он должен увеличиваться так или иначе и будет прогнозируемый будет значительно выше чем сейчас есть поэтому повторяю пока есть время на перефинансирование но это вопрос так сказать не мой а тех людей которые вопросом занимаются я могу просто так сказать дать совет не участвую в этом кроме этого создания рабочих мест то что называется non-farm payroll это будет в пятницу в пятницу же будет опять это называется non-farm payroll если перевести так скажем на русский язык это создание рабочих мест но в то же время будет pmi который был в августе месяце и который будет дальше прогнозироваться это тоже очень важный экономический показатель и тут очень много нюансов но что будет дальше по сути не имеет значения потому что ну повысится но понизится дальше что будет вот дальше что будет вот это скажем дело технического анализа в котором дорогие друзья можно принимать участие могу сказать что мы сейчас в очень сложное время не находимся поскольку сейчас идет очень серьезные дебаты сейчас речь идет о том о том что продавать вот эти вот долги которые соединенные штаты как и любая другая страна имеет сейчас идет серьезное противостояние президенту донат трамп с конгрессом потому что очень многие естественно недовольны политика очень многие недовольны тем что будет где-то надо изыскивать средства опять же где взять этих средств поскольку категорически федеральные резервная система нету денег а где взять деньги на строительство той самой стены который собирается возводить травм на границе с мексикой ну это вопросы мы не освещаем это не политический обзор сегодня это финансовый но именно это все связано другого быть не может друзья если есть вопросы то у нас есть открытые телефоны по моему да если есть можно задавать наверное я уже по времени да ну хорошо тогда дорогие друзья напомню с вами был майкл меликов я являюсь президентом и основателем компании delty trade academy это биржевая образовательная академия трейдинга stock market если есть вопросы по этому поводу и как это обучаться пожалуйста звоните ну и до следующего понедельник всего доброго до свидания до встречи так ну я так сказать отстрелялся друзья ну и теперь в свободном полете мы можем пообщаться ну что кто-то у нас есть до фондовые валютные рынки это полный обман и манипуляция это как казино вы можете прогнозировать рулетку или покер в казино ну дорогой андрей компакт эндрю вот если вы работаете на бирже в течение 21 года как я делаю это то мы можем с вами подискутировать если же нет смысла нету поэтому ваше мнение это ваше мнение мы его принимаем но отвечать нет смысла потому что мы с вами не в разной весовой категории рулетка я уже много раз говорил бы наверно новичок у нас на нашем канале поэтому если вы хотите послушать если вы не хотите то вам надо было бы удалиться и остаться при этом мнении и в том и в другом варианте нет никаких проблем я правда могу пояснить смотрите когда-то вышел такой вышел такая книга она называлась bringing down the house или в переводе разрушить короче здания house это дом но в данном случае хаос это не хаос это не дом это казино казино называет house и всегда есть такое выражение в казино выигрывает только казино house всегда выигрывает но о чем шла речь в этой книге а потом по ней мы сделали фильм который был кстати в русском прокате и наверно вы его видели это называлось двойни ван двадцать два то есть студенты мать и очень известного колледжа в бостоне массачусет они считали карты это тогда это было скажем так новое что то и это было вполне легально то есть нельзя никого было обвинить в том что они там где-то занимаются махинациями в казино ну и соответственно говоря никто не понимал как какие-то люди приходят молодые ребята они выигрывают каким-то образом ну в общем то интересно что очень много лет тому назад ну наверное не знаю около 50 лет тому назад я тренировался сам то есть я брал карты ну тогда было 36 карт у меня вот и я по одной карте так сказать открывал и мне надо было моя задача не угадать а просчитать карту последнюю которая ставится ну вот тренируясь тренируясь я как-то дошел до такого момента что я угадывал довольно часто не угадывал а я считал эти карты вот таким образом значит таким образом вот эти ребята эти студенты они таким образом просчитывали они считали карты и когда до кого-то дошло а там тоже сидят в казино ребята умные они это все разобрались они не могли официально их как-то там прессовать они не могли их естественно судить но они стали выгонять короче говоря более того они увеличили количество этих колод если когда-то можно было там две колоды им просчитать есть же ребята которые слушайте я когда-то присутствовал на психологические опыты Вольфа Мессинга я лично присутствовал я лично это видел как он это делает это просто невообразимо сегодня такие люди есть естественно они всегда были их мало но они есть вот их стали выгонять короче говоря этих ребят так вот смотрите есть структуры определенные любые структуры и в этом плане вот этот Эндрю простите он прав потому что это точка зрения которая в общем-то 99 процентов мы каждый имеем точку зрения базируясь на нашем восприятии и тому чему нас учили моя точка зрения не учили а зомбировали ну еще раз это я скажем так так вот никому не надо чтобы кто-то шел противовесному системе то есть если ты идешь против системы ты борешься против машины так маркет это машина против которой действительно мы сражаемся но это не казино казино это только как их называют лохи и так далее и более такое приятное слово это любители любители всегда будут проигрывать они не знают чего они делают и поэтому и они и 99 процентов людей понятно проигрывают на маркете на этом потому что они относятся к этому как к игре но я как шахматист и неплохой кстати могу сказать что для меня лично это шахматная комбинация я об этом и говорил и шахматная комбинация имеет тенденцию человек который создает он должен быть ну как минимум на шаг впереди своего оппонента и если он впереди тогда он выигрывает поэтому выигрывает это слово так применимо вообще-то говоря это работа очень тяжелая на бирже я к чему сейчас не буду сейчас опять все это дело рассказывать я много рассказывал это просто реплика ответ на эту реплику понимаете то есть она имеет место быть это правильно таких людей большинство очень немногие люди которые находятся в том числе в этом чате и которые будут находиться в группах а я сейчас уже перейду конкретно в группах они будут находиться эти люди действительно хотят мыслить нестандартно вот о чем идет речь они не хотят мыслить так как мыслят большинство людей которых зомбировали вот кто-то сказал лохотрон почему еще раз ну давайте подискутируем ну два астролога между собой сиокирования вы покажите конкретно как вы это делаете как можно сказать это правильно неправильно это это вот это так это если изоп psychologically а можно сказать я не верю в бога если бы никогда действительно не или бога нет точнее если вы в него никогда не берет пример вот поэтому давайте мы на это дело не будем останавливаться так а давайте мы перейдем конкретным вещам я теперь уже буду показывать так сказать не себе сейчас я попробую да я буду открывать графики друзья смотрите у меня у нас точнее сейчас со светланой драган у нас есть проект этот проект уникальный потому что ну за 21 год поверьте мне я знаком я говорю пока про биржу только но нет таких в природе не существует таких вещей потому что но без ее силы которые не позволяют это делать они не хотят иначе тогда получается как бы кто-то будет выигрывать а задача вот этих вот сил нас втянуть туда прислать нам таких этих самых разведчиков которые нам будет дудеть о том что это плохо это неправильно только для того чтобы не так сказать не участвовали или или участвовали но неправильно я использую универсальные законы вселенной и кто хочется научиться всегда научиться вот это дневной график доллара вот это дневной график был я уже показывал вот существует сейчас не буду объяснять как и что да я просто буду показывать поскольку когда придет время и когда мы будем это показывать конкретно сейчас я только немного озвучу вот видите . он пришел к этой точке пошел вниз это линия вот эта линия она появилась только после того как было сделано . высшая . о чем идет речь этот уровень прогнозируется и здесь я покупаю я это могу доказывать на любом стаке на любой компании на любом индексе раз за разом я это буду показывать и раз за разом я буду показывать что я здесь конечно проиграть и проигрываю без сомнения но большей части все таки буду побеждать есть четыре вида трейдера четыре вида есть трейдеры которых называют инвесторами линда лампочки чё там идет в течение одного дня одной недели одного месяца они могут держать годами это все второй второй тип инвесторов их называют посещен трейдеры они держат это может подержать месяц следующие называют их называет свинга свинг трейдеры они могут держать этот месяц неделю там где-то не а вот других самая такая группе которых я отношусь их называют и дэй трейдеры дэй трейдеры в течение дня они держат позицию минуты минуты если доллар идет вниз то что мы смотрели то евро идет вверх вот этот таргет который здесь стоит 1218 какую валюту покупать вот и вы ее покупайте элементарно вероятность этого события ну знаете сколько не поверите 99 процентов но эта информация которую я получаю от астролога от светланы драган который я тестирую на сегодняшний момент просто тестирую но я принимаю участие потому что я практически трейдер почему потому что я в этом разбираюсь я знаю как это сделать как это получить вот эти трейды которые были сделаны 1 2 3 4 5 5 трейдов я совершил у меня здесь стоит сегодня триста двенадцать долларов 50 центов так значит понятно да значит золотом куда мы идем вверх дальше давайте смотреть дальше нефть посмотрите что происходит с нефтью видите вот это реальное время нефти вот если считать что нефть идет вниз рубль идет вниз то ну наверное тогда есть какой-то корреляция но посмотрите о чем идет речь вот в этом месте вот в этом месте был пробит этот уровень видите значит куда идет нефть к этому что произошло дальше вот если бы здесь кто-то захотел продать и здесь откупить sell short называется то здесь был взял прав разница здесь лежит могу вам сказать на одном контракте 1000 1000 долларов до чуть более 1100 долларов на одном контракте с этой точке к этой точке но дело в том что с этой точкой пошел вверх видите он пошел вверх и как это делать внутри этого всего как только мы опустимся вниз видите то есть вот здесь покупается да и здесь вот в этой точке продается вот видите это то что я показывал евро доллар видите куда она идет я показал в пятницу о том что мы идем сюда и мы ровно ровненько ровненько пришли к этой точке видите первая стрелочка зеленая линия в смысле а если мы пробиваем мы идем следующей точке 1 26 то есть на long term на long term на более длинный мы идем вот сюда это у меня было показано знаете сколько где-то с месяц полтора тому назад больше не а давайте друзья посмотрим рубль наверное многих интересует рубль проживающих в россии да а и сравним то что сегодня вот если какая-то коррелейшн где у меня рубль от найти вот ну смотрите наверно наоборот все таки да то есть на сегодняшний день рубль это не банковские там изменения это реальное сколько он стоит по отношению к доллару то есть на сегодня он стоит 58 рублей 1 доллар 40 копеек до 41 копейка вот на сегодняшний день это так нет проблем я понимаю да то что вы пишете все понятно это не ошибки окей значит 58 так то есть нефть идет вниз рубль идет вниз ну казалось бы должно было быть наоборот да или так это я не знаю еще раз соотношение для меня это не имеет никакого значения я базируюсь всего лишь на графиках я могу доказать как это все происходит повторюсь еще раз повторюсь еще раз вот эти линии и вот эта зона была проведена еще в мае прошлого года или поздно просто не помню и до того момента пока мы не увидим что один руб доллар стоит 55 рублей 40 копеек до того момента сказать сюда рубль укрепляется мы не можем